Здравствуйте! В этом уроке мы посмотрим, как настраивать кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг – это способ привлечения новых клиентов за счет сотрудничества с другими компаниями, с которыми не производится конкуренция. Кросс-маркетинг в UDS настраивается с помощью сертификатов. Переходим в пункт меню «Сертификаты». То есть модель, процесс будет следующей. Допустим, у нас это компания, занимающаяся продажей спортивной обуви. И мы сейчас настроим сотрудничество с компанией, у которой фитнес-центр. И будет такая механика, что клиент, купивший годовой абонемент в фитнес-центре, получит сертификат в размере 1000 рублей на покупку в нашем магазине спортивной обуви. Нажимаем кнопку «Создать сертификат». Выбираем третий тип сертификата для кросс-маркетинга. Вводим название сертификата. Это название не увидит конечный клиент. Вводим номинал 1000 рублей. Тираж не будем вводить, чтобы неограниченное количество было сертификатов. И введем количество дней действия сертификата после его получения. То есть, когда клиент получит сертификат, в течение 7 дней в нашем магазине обуви спортивной он сможет произвести покупку и воспользоваться этим сертификатом. И правила получения. Годовой абонемент, допустим, в фитнес-центре, с которым мы будем сотрудничать, стоит 10 000 рублей. Нажимаем кнопку «Сохранить». Нажимаем кнопку «Выпустить». У нас появился сертификат, который можно передать. Нажимаем кнопку «Передать». Копируем эту ссылку и сертификат и эту ссылку отправляем в другую компанию, которая также в компанию «Фитнес-центр», который также использует UDS. Вот наша компания. У нас компания называется «Гантеля». «Фитнес-центр», с которым мы сотрудничаем. Если эта компания перейдет по этой ссылке, укажем ее в строке браузера, то отобразится окно, с помощью которого можем мы принять эти сертификаты. То есть «Фитнес-центр» принимает сертификаты от нашего магазина кроссовок спортивной обуви. Здесь описаны условия этого сертификата, номинал его, условия его получения и количество дней, которые действуют в сертификат. Нажимаем кнопку «Принять». Мы находимся в пункте меню «Сертификаты» «Фитнес-центра» и мы видим, что у нас появились сертификаты другой компании, которые будут раздаваться нашим клиентам. И клиенты фитнес-центра, получая этот сертификат, будут приходить в магазин спортивной обуви, и делать свою покупку. Условия получения этого сертификата – это совершение покупки клиентов в фитнес-центре, покупка абонемента на 10 тысяч рублей. Давайте попробуем это сделать. Переходим во вкладку «Операции» и, допустим, к нам пришел клиент и, соответственно, покупает годовой абонемент. Проведем ему операцию. В «Админке» нажимаем кнопку «Провести операцию» или в «Приложение кассира», то есть мы просто производим покупку в UDS. Откроем приложение «Обычное клиентское приложение». Вот это наш клиент. Он открывает приложение, показывает свой код 050833. 050833. Указываем общую сумму к оплате. Допустим, что он покупает абонемент на 10 тысяч рублей. «Продолжить», «Провести оплату». «Продолжить». То есть клиент совершил покупку годового абонемента в фитнес-центре. Перейдем в раздел «Сертификаты». И мы здесь заметим о том, что один сертификат был выдан. В том числе компания «Спортивные обуви» также у себя в статистике увидит о том, что один сертификат был выдан в компании фитнес-центра. В компании, в нашем случае, называется «Гантели». В мобильном приложении клиент также заметит, что у него есть сертификат. И также придет пуш-уведомление о получении сертификата. То есть клиент видит, что он получил сертификат на покупку обуви в спортивном магазине. В принципе, клиент может воспользоваться сертификатом при совершении онлайн-покупки, то есть покупки в интернет-магазине. Или же может воспользоваться сертификатом, когда клиент придет непосредственно в сам магазин и совершит там покупку. Давайте же воспользуемся сертификатом. Допустим, что клиент пришел в магазин спортивной обуви, и мы ему совершаем покупку. То есть он совершает покупку. И использует свой сертификат. Также клиент показывает код клиента 646858. Вводим сумму счета. Допустим, что клиент совершил покупку на 7000 рублей, и он может воспользоваться сертификатом. Все. Совершилась операция. Клиент воспользовался своим сертификатом. Это также будет описано в статистике по операции о том, что клиент в покупке совершил, воспользовался сертификатом. И в статистике по сертификатам видно о том, что один из клиентов получил сертификат, он его просмотрел, и также клиент воспользовался сертификатом. После того, как клиент воспользовался сертификатом, совершил покупку в магазине обуви, он в клиентской базе данного магазина появляется. То есть все становится автоматически и довольно просто теперь настраивать курс-маркетинг с другими компаниями. То есть принцип, повторюсь, принцип следующий о том, что мы сертификаты создаем, раздаем, эти сертификаты раздаются в других компаниях, клиенты их получают, и эти сертификаты мотивируют клиентов посетить наш магазин. И после совершения покупки эти клиенты автоматически добавляются к нам в клиентскую базу. Тем самым это становится простой способ привлечения новых клиентов, и в том числе этот способ не требует какого-то финансирования или вложений, как, например, в рекламе. То есть довольно легкий способ привлечения новых клиентов. И к тому же видна вся статистика. Вот мы и разобрались с кросс-маркетингом, так что пользуйтесь и привлекайте новых клиентов. Спасибо!